Алименты это когда один расплачивается за ошибки обоих, а печаль на всю жизнь это когда думаешь, что победил и уже так славно отпраздновал, а победу забирают у тебя с подноса. Приветствую вас гвадылубские кальмары, с вами Федорович, а в этом видео мы посмотрим на то, как беспечность спортсменов и преждевременная радость позорит и печалит их на всю жизнь. А если вы хотите смотреть мои видео на украинском языке, подписывайтесь на второй канал по ссылке в описании. Не говори гоп пока не перепрыгнешь, это главный девиз сегодняшнего видео, который этому велосипедисту стоит выбить на лбу, чтобы больше не упускать победу перед самой финишной линией. Чтобы бороться нужны двое, чтобы выпивать трое, а вот лохануться можно и в одиночестве, прямо как этот регбист. Мужик получил отличный пас и был в парочке шагов от победной линии, но кривые руки и полный расслабон сыграли с ним злую шутку и подвергли издевкам от соперника. Некоторые выглядят храбрыми только потому, что боятся убежать, а спортсмен должен храбро брать на себя ответственность. Когда команда проигрывала два очка, а до конца матча оставалось меньше секунды, пацан решился на бросок и чудом выбрал победу, забросив трехочковый. Человек, у которого низкий процент попадания в унитаз, а для разговора ему приходится переводить мат в голове, не может быть спасителем человечества. А спортсмен, который не доигрывает моменты до конца, никогда не станет чемпионом. Костюм Адамовой Евы очень идет всем женщинам, только некоторым его нужно ушить, а некоторым спортсменкам нужно научиться доводить дело до конца, а потом заигрывать со зрителями. Девчонка шла на первом месте, ей оставался последний трамплин и поворот до победы. Но она решила понтануться и оторвала одну руку от руля, что стоило ей кубка. Для хороших волейболистов площадка, как джунгли для тигра. Но вот только тигр никогда не рычит до того, как споймает добычу. А эти волейболисты решили отпраздновать мяч до того, как эпизод завершился. Что от сердца идет, то до сердца и доходит. А кто видит финиш, до него может первыми не добраться. Прямо как наш бегун, который схватил флаг и расслабился, думая, что победа у него в кармане. Удача улыбается смелым, правда потом долго над ними ржет. Прямо как все зрители над этим мотоциклистом. Мужик так поверил в свою победу, что чуть не разбился. И, конечно же, победу упустил. Что о том тужить, чего нельзя воротить. Особенно в спорте. Пацан нанес отличный удар и думал, что очко у него в кармане. С чем вся команда и согласилась. Но вот соперники имели другое мнение на этот счет. Друзья познаются в беде. Конечно, если их удается при этом найти. А характер спортсмена познается в игре, когда доигрывает моменты до конца. Прямо как эта молочинка на параолимпийских играх по настольному теннису. Праздновать победу до финиша – это как читать проповедь Будде. Но этот бегун про это точно забыл и теперь будет заливать горе всю неделю. Бывает так жаль, что гости наконец-то преждевременно уходят. А этот велосипедист будет всю жизнь жалеть о своем преждевременном праздновании. Рожденный ползать везде пролезет. А рожденный спортсменом должен играть до конца. Но эта девчушка решила не отбивать валанчики и отпраздновать победу. О чем потом пожалела. Чистый сточник, чистый ручей. Такие же чистые или глупые бывают спортсменки. Эта девчонка так радуется после каждого прыжка, что становится непонятно. Или она не знает правил и что такое засчитанный результат. Или она просто добрейшей души человек. А вот полюбуйтесь на высшую степень тупизма. Футболист для того, чтобы получить очко, должен положить мяч за линию поля. Но этот чудик года, пробегая линию, бросил мяч назад и он ударился о поле. Таким образом, очко засчитано не было. Но чудак свой победный танец все-таки исполнил. Чем тщательнее скрывают, тем скорее становится известно. Особенно, когда все знают, кто победил. А рефери поднимают руку другому. Чем самому ждать, уж лучше пусть ждут тебя. А вот в спорте все нужно делать самому. И доигрывать эпизоды тоже. Чем красивее Роза, тем длиннее у нее шипы. А чем больше понтов у боксера, тем чаще он позорится в ринге. Особенно праздную победу, которой нет. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, какие несостоявшиеся победы были у вас. А если вы хотите смотреть мои видео на украинском языке, подписывайтесь на второй канал по ссылке в описании. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Как бы ни отходим от этого образа, представляем, что мы медведи. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Хоба! 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 Вот так. Два! Да! У-у-у! Клодрака одна, да? За дистанцией. Короче, я вот что делаю. Хлоту вырываю ключица, это ключица вырываю голос. То есть, вот так вот это выглядело. Обмазывающий силь. Ачжай! Атака слева! Атака справа! Атака слева! Атака справа! Это называется лебедь. Продолжение следует...